Каждый день вы смотрите реалити на телеканале Ю. Настало время узнать, как снимаются любимые программы. Где прячется оператор? Что такое петля? Сколько дублей надо сделать, чтобы получилось? Опустите меня! Я домой хочу! Всё, что мы не собирались показывать, теперь в эфире. Голая правда проекта «Дорогая я забил». За кадром! Смотрите прямо сейчас! Мне кажется, ей не надо серьёзным быть. Да, да, Юля. Ну что, когда поймёшь следующую командировку? Юля, да как-то героев найдём, так и поедем. В телевизионном мире считается, что успех реалити на 80% зависит от героев. А в проекте «Дорогая я забил» каждый герой особенный. Ну я же водолей. А водолеи кто? Они все художники. Смешные, дерзкие, грубые, изобретательные, безбашенные. Этих удивительных людей мы искали по всей России. Привет! Юля, Оля, Жава Николаевич! Строгий отбор прошли только истории, заставившие наши сердца биться чаще. От нежности. Я ни в коем случае не хочу его терять. Я понимаю, что вот он такой. Ну он такой. Или неожиданность. Я был женат на женщине прекрасной. И потом я чуть-чуть подзагулял с этой женщиной молодой, прекрасной. Это помоложе была. Вот. И потом она ту женщину прогнала и осталась тут со мной. Ха! А что так грустненько? Веселее! Пройти кастинг непросто, но ещё сложнее провести три дня по правилам проекта. И выиграть приз 200 тысяч рублей. А-а-а! Да ладно! Вы часто спрашиваете, как сложилась жизнь героев после шоу. Сегодня мы расскажем об этом. Мы получаем тысячи заявок на участие в проекте. Чтобы понять, насколько потенциальные участники готовы к съёмкам, для начала мы берём у них интервью. Он пришёл ко мне с тричь и такой, о! О! Дверь на кухне скрепит, надо бы подсматривать. О, дверка отвалилась, надо бы это прикрутить. Я думаю, ну всё, мужчин с руками. И в один прекрасный день я его зажала в углу. Ха-ха-ха! Меня женили. Ну вот как таких не взять в программу? Гульнара из Сергиева Посада просила, чтобы Андрей Пиф простимулировал мужа закончить ремонт в прихожей. Ведь на тот момент она уже дошла до ручки шуруповёрта. Ту пришлось мне полочку сделать самой шуруповёртом, потому что у меня есть собственный шуруповёрт. Как собственный? Ну, муж мне подарил шуруповёрт. Ну, свой чисто, души, чтобы она могла сама прикрутить. Не доводи свою женщину до шуруповёрта. У мамы свой, у папы свой. Он просто, конечно, не такой мощный, как у профессионалов, но он у меня есть. Я вот на Гульнару смотрю и думаю, девочка, где ты, а где шуруповёрт? На отдых, срочно! Раз ведущий сказал, на отдых, значит, на отдых. Так папа Паша, девятилетняя Милана и трёхлетняя Дуня оказались предоставлены сами себе. Сейчас будем чистить зубы. Держи-ка. И сейчас разнимся, тогда потом окошко, как немножечко это... Представь, что это будет, ещё тебя будет. Здесь целый династия прикрашивает, просто. Ну, что прикрыть надо окошко? В третьем сезоне семья Гапоновых выиграла приз – 200 тысяч рублей. Папа справился со всеми заданиями ведущего, а мама на славу отдохнула. Год спустя мы созвонились с Пашей и Гулей, чтобы узнать, как сложилась их жизнь после проекта. Давно не виделись. Рады меня видеть, нет? Приз Андрея Пифа герои потратили на осуществление давней папиной мечты. Мы купили технику. Это подарок мой, который приобретёт был на выигрыш. И гараж. Сейчас сделаем здесь ремонтик капитальный, копаю всё, залью здесь и уже начну здесь обживать гараж. Но не так ценно денежные вознаграждения, как позитивные изменения в отношениях супругов. Я вот сейчас сижу и думаю, вспоминаю, раньше из сплат у меня пойти с подружкой там выйти, ну просто прогуляться. Вот сначала детей спать уложи, потом иди. А сейчас, ну всё, иди, иди. То есть он детей там сам пойдёт уложить. Да, я очень весело и содержательно. Что делаю? Правильно. Переделываю папу. Во время кастинга мы всегда спрашиваем, какие претензии есть у супругов друг к другу. Насте и Вова Мазур из Крыма после этого вопроса сошлись как лёд и пламя. В общем, я очень отмороженный человек. Отмороженный, да, вот отмороженный. У меня всё очень просто. Всё, что не делается, делается к лучшему, а там... Может, было бы мотикнуть, а я бы сейчас мотикну. До знакомства с нами повод для крепкого словца у Насти Мазур был. Её муж Вова исправно смотрел сериалы, отлынивал от ремонта, а заботу о детях совмещал с уходом за животными. Соня, ты размешала? Иди там ещё корм рассыпь этот, разбери пшеницу. Пока вы управляетесь, я пока серию досмотрю. Он любит свиней и нас. Когда мы приехали в Крым на съёмку профайла, то есть представление участников, мы сразу поняли, почему Настя обратилась в проект. Я не могу пригласить людей. Мне стыдно, потому что первым делом, когда человек заходит, он видит, естественно, кухню. Обои отходят. Вот здесь всё осыпается. Меня это жутко раздражает, потому что мне приходится постоянно убирать. Здесь у нас половину отколота, я уже просила это починить. Папа Вова и сам понимал, что дома что-то идёт не так. Лучиться теоретически, жить, конечно, можно, но страшно. Там крыша течёт, там плесень растёт. Ну, 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 да ладно. Спасать положение приехал Андрей Пиев. К сожалению, тогда Мазурам выиграть не удалось. Что такое? Что такое? Мы не выиграли. Почему здесь нет денег? Вам не нужны деньги. Вам нужна внутренняя совместная работа. Тот болезненный урок Андрея Пифа не прошёл даром. Спустя почти год дела у семьи Мазур идут гораздо лучше. Немножко преобразилось. Я тут оделал подсветочку, там, по мелочам. Ну, кухню, я думаю, видели все. А занавеска? А, да, он на себе взял занавеску. Ну, гарнитур такой себе тоже. Если честно, нам его вообще подарили. То есть он в таком состоянии был. Непонятно вообще, кухня это не кухня. Потому что нету мешка, ни дверок, ничего. Ну, здесь должны быть ложки. Получилось так, что кухня красивая. И пошло, поехало дальше. Вот наш коридор, который так же преобразился. Это что, горело? Да, зимой напряжение у нас крайне низкое. У нас электроотопление. А ещё и электро. Это всё вообще плавится. Ну, здесь у нас комната, в которой мы были, как бы, была наша временная кухня. Где мы с детьми сидели. Солина комната. Не как бы, а Сонина. Ну, да. Мы её, как бы, тоже всю немножко преобразили. Посмотри. И пол положил. Знаете, у нашего папы есть такая особенность. Он что-то начинает делать, но он никогда не доводит до конца. Почему? Не получается, время заканчивается. Ещё что-нибудь. А-ля пацанский вариант. Здесь мы тоже всё поменяли. У меня тут всё детское. Ну, круто. Комнату красила я. Ещё когда вы уезжали, я сказал, что я Сонину комнату закончил. Всё лето мы делали ремонт. Весь мой отпуск прошёл в ремонте. Ну, самое наше главное сокровище в этом доме – это... Моя спальня. Наша спальня, которую также мы делали сами. Настюха у нас разрабатывала. Это спальня. Это вот у нас пол провалился. Всё, это дела. Поглашал я. Как-то так мы сейчас и живём. Всё у нас хорошо, замечательно, в принципе. Вам большое спасибо, что дали нам толчок. Для того, чтобы мы чуть-чуть задумались и преобразили наш дом. Все довольны, всем всё нравится. Ну, как-то так. Вован, респект, уважуха. Сделать красавчика из мужа Паши нас просила и Катя Жукова из Тулы. Он поросёнок. Просто поросёнок. Мини-пих. Да, заговори. Она хотела мини-пих, и я сделал. Катя написал Андрею Пифу потому, что сказка о любви превратилась в сказочное свинство. Домомучительница, да? Домомучительница. Давай домой. Сейчас иду. С друзьями выходит на кроссвета. Маму злила папина лень и постоянно откладывающийся ремонт. А папу – испарившийся из отношений романтика. Чувства подостыли, я не знаю. Как это чувства подостыли? Ну, я имею в виду, что конфетный, букетный период. Давай, давай, надо быстрее нести, надо покорить. А всё, что, она покойная дома. С лёгкой руки Андрея Пифа мама отправилась отдыхать. А папа остался дома за главного. В финале Настю ждала новая детская и заслуженный приз. Но главное, мы так отремонтировали чувства ребят, что у них родился третий ребёнок. Ой, а эта новость пахнет, как счастливое детство. Вот он, наш любимый детский. Алиса! О, какая серьёзная. На кого похожа? На Машу. Смотри, красавица. И папа тоже красавец. Я смотрю, задания-то даром не прошли. Ну да, сейчас тебе попрошу что-нибудь, прям бежит, делает. Скоро-то и как ты, ну, и за детьми больше уход смотришь за ними. Больше внимания пытаюсь уделить. Не дошло до этого. Мы всегда сравниваем ремонты до и после. Но всё-таки на самые радикальные перемены. Некоторые герои решаются уже после съёмок. Так, в первом сезоне проекта «Дорогая я забил» Евгения Демидова из Твери просила нас переделать кухню и мужа Александра. Ну, какие девули-то, еб***ь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Цветулька. Нечёстная такая, да. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Те холостяцкие три дня папы Саши и он, и мы запомнили надолго. Съёмки для Демидовых закончились, а перемены нет. Опыт участия в реалити помог маме решиться на непростой шаг. Я, к сожалению, с Сашей разошлась в итоге. Его, по-моему, ничего не изменит в этой жизни. Я уже живу практически вот-вот, будет как пять месяцев с новым мужчиной. Он мне во всём помогает. Я считаю, что такие передачи нужны действительно людям. Хотя бы, чтобы на себя со стороны посмотреть. Вот всё-таки, если решиться на съёмке реалити, что нужно? Смелость или безбашенность? У Оксаны Гукаевой из Сочи было и то, и другое, когда мы познакомились. А ещё были вопросики к мужу Руслану. Я вот, я думала, может, мы из него человека всё-таки сделаем? Вот у меня собака так всегда лежит. Пришёл, просирал и лисит. Мне много не надо, чем. Добравшись до квартиры Гукаевых в Сочи, ведущий обнаружил там. И не курорт, а чрезвычайную ситуацию. Начнём, знаете, с чего? Это у вас и спальня, получается? Да, это у нас и спальня, и столовая, и детская, и всё вместе. Сыдно, конечно, вот какой бардак. Та-дам! Господи. Так это ещё ничего. А вот это вот. Та-дам! А-а-а! И та-дам! Ой, 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 там живность побежала, побежала. Отец, ну ты чего? Пришлось папе за три дня спасать положение титаническими усилиями. Фух. А вот, девочки, закройте уши. Уже восемь вечера? Сив нету, блядь. Да х** у неё всяких занятий в течение дня оказывается. А я до сих пор считаю, что это один из наших лучших выпусков. В его финале мама увидела новую гостиную. Да я в восторге, я не понимаю вообще, мне кажется, я не к себе домой пришла. Видишь, оно закрыто. Опа! Ух ты, нифига себе! А папа, строитель по профессии, увидел счастливую, красивую жену. Спасибо тебе большое. Я безумно благодарна тебе, что ты создала эту красоту у нас дома. А не где-то, как обычно, ты там на работе это всё создаёшь, кому ты это создаёшь. Спустя три месяца мы созвонились с Гукаевыми и узнали, что Руслан на ремонте зала не остановился. Купил плитку, отколопал ванну. Вот уже вот, 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 вот. Ну, скоро, думаю, уже будет вот это всё красиво. Ну вот сразу бы так. На хорошее надеются и миллионы зрителей, которые успели полюбить семью Гукаевых. После выхода шоу в эфир Оксана и Руслан поняли, что у них есть целая армия поддержки. Ну, не знаю, ну, во-первых, многие, с кем-то с ребятами не общался с детства, да, оттуда, с Ростова, друзья. После проекта нашли меня. Первое, что спросили, говорят, и почему в одной майке всё время ходил? Ну, всем понравилось, все смеяются, говорят, молодец. Может быть, его друзья подстегнут вообще весь дом переделать? Именно так поступил после завершения съёмок Андрей Ковырзин из Егорьевска. До участия в программе его жена Лаура копила терпение, а папа что придётся. Ещё у нас много хлама в квартире, который мы собираем и не выбрасываем. А вот хлам вот в той серой косметичке, там вот всё. Заглянем? Ну, давай. Опа! Клавиатуры, робот, ну, поломанный. Шесть клавиатур, два робота, четыре фотоаппарата. Нифига это не хлам, и на чёрный день по-любому пригодится. С помощью реалити папа Ковырзин расстался с привычкой ничего не выбрасывать. Жизнь изменилась. Мы, конечно, очень рады своей светлой, красивой комнате. Вот наша отремонтированная комната. Всё чисто, никакой плесени, никаких предметов лишних. Андрей вдохновился светлой комнатой. Сделали светлую комнату. Детская комната. Такая комната получилась просторная. Выбросили лишние столы, полки, тумбочки. Очень понравилась наша комната. Красивая. Стала? Всегда стала. Видимо, наш Андрюша променял любовь к выпечке на любовь к ремонту. Вот такой он любвеобильный. Папа Андрей запомнился нам как один из самых неординарных участников шоу. Он постоянно готовил и кормил ведущего. Он быстрее всех справлялся с заданиями. А ещё ссорился со старшей дочкой Аленой. Тогда утешать её прямо перед камерами пришлось тёте Андрея. После участия в проекте Андрей изменил свои правила воспитания. И сейчас стараюсь делать с точки зрения мужчины, мужских поступков, отца в первую очередь, воспитание нашей дочки Алены. Папа очень поменялся после этой программы. Он стал лучше меня понимать, помогал со многим, к примеру, как с уроками или домашними делами. Он стал более мягким, наверное, терпимым. Вот она, силушка телевидения. А в перерывах между решением задач папа успевает и отдохнуть, и развлечься. Приза нам схватила на всё. Мы купили большой телевизор сразу. На полстены. Очень удобно лежать на диване и переключать каналы. Теперь он сам себя по новому телевизору смотрит. Как бы ни складывалась жизнь после проекта «Дорогая я забил», прежней она уже не будет. Три дня под прицелом телекамер бесповоротно меняют отношение к дому, семье и детям. «Дорогая я знал все свои ошибки». Теперь вы знаете всё о том, как мы работаем над вашим любимым реалити-шоу. До встречи в новом сезоне! Папы, никаких отмазок, а то мы приедем и к вам.